В клинике про педевтики внутренних болезней 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова работают три отделения, специализирующиеся на лечении больных с патологией почек. Клиника тесно связана с научно-исследовательским институтом нефрологии и другими клиническими подразделениями университета. Комплексный подход позволяет врачам смотреть на проблему в целом, привлекая к диагностике и лечению специалистов другого профиля из клиник университета. В клинике проводится комплексное функциональное обследование почек, диагностическая нефробиопсия с проведением световой, электронной микроскопии и иммуногистохимического исследования. Осуществляется полное иммунологическое обследование пациентов. Выполняются современные радиоизотопные исследования почек, ренография, динамическая и статическая сцентиграфия. Используются рентгенологические методы обследования почек. Экскреторная урография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование брюшной полости, эхокардиография с тканевой доплерографией, дуплексное сканирование сосудов почек. Диагностическая лаборатория клиники оснащена многофункциональной аппаратурой последнего поколения, что позволяет специалистам клиники точно и своевременно диагностировать самые редкие заболевания. Приоритетным направлением в работе клиники является лечение больных как с первичными гламирулонефритами, так и с вторичными гламирулярными и тубулоинтерстициальными заболеваниями почек. Прежде всего это больные с системными аутоиммунными заболеваниями, системными воскулитами с поражением почек, больные с сосудистым поражением почек, диабетической нефропатией и амилоидозом почек. Клиника специализируется на лечении нефропатии различного происхождения, в том числе нефропатии у беременных. В клинике применяются самые современные схемы лечения амилоидоза, моноклональных гомопатий с поражением почек. Совместно с Институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова проводится трансплантация стволовых клеток костного мозга. Очень важно понимать, что присоединение патологии почек утяжеляет течение любых болезней, особенно если речь идет о системной патологии. Это изменяет прогноз пациента и может требовать специальных диагностических методов изменения тактики ведения пациента. Именно поэтому наблюдение пациентов с болезнями почек с самых ранней стадии болезни, не дожидаясь развития почечных дисфункций, обязательно должно происходить под наблюдением в том числе нефролога и при необходимости на госпитализации в нефрологический стационар. В клинике про педевтики внутренних болезней осуществляется трансплантация почек, в том числе родственная. Проводится подготовкой пациентов к пересадке почки комплексное обследование потенциального донора почки перед трансплантацией, послеоперационное ведение больных. Мы с вами находимся в отделении реанимации интенсивной терапии нефрокорпуса. Почему такое длинное название? Дословный перевод термина «реанимация на русский язык» звучит как «оживление умерших». Учитывая современную парадигму медицины, профилактическое направление, мы, конечно, должны приложить все усилия для того, чтобы, собственно, реанимации приходилось заниматься как можно реже. Для этого предполагается целый комплекс техногенных мероприятий, который получил название «интенсивной терапии». Предметом особой гордости для нас является аппарат «Призма», на котором можно выполнять не только традиционные процедуры гемодиализа, но и самые современные модификации, такие как гемодиафильтрацию и проводить плазмообмен. Клиника широко использует методы экстракорпоральной терапии. На отделении хронического гемодиализа получают лечение больные с терминальной почечной недостаточностью. Здесь проводится программный гемодиализ, процедуры гемофильтрации, гемодиафильтрации, перитониальный диализ, плазмоферезы и плазмообмены. Наше отделение хронического гемодиализа отметило недавно свое 40-летие, 40-летний юбилей. Первый диализ был проведен в декабре 1972 года. Наше отделение было первым отделением, которое стало использовать метод хронического гемодиализа для лечения наших пациентов. На сегодняшний день таких отделений или аналогичных отделений, по крайней мере по количеству больных в городе, около десятка. Но наше отделение, конечно же, остается в Первом Меде, в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете. Ведущим, наверное, диализным отделением и в лечебном плане, и в научном плане, и в учебном плане у нас проходят постоянные лечения, проводятся постоянные лечения примерно 100 пациентам с хронической почечной недостаточностью. Оснащены мы, как видно, самым современным диализным оборудованием. Мы современные системы очистки воды, современные системы централизованной раздачи концентратов. Поэтому пациенты имеют возможность получать полноценное, современное и в международном отношении современное диализное лечение. Стратегическим научным направлением клиники пропедевтики внутренних болезней является превентивная нефрология. Специалисты клиники совершенствуют методы диагностики, лечения и профилактики хронической болезни почек у взрослого населения Российской Федерации. В рамках этой стратегии клиника проводит различные научно-практические и образовательные мероприятия, занимается организацией конгрессов и симпозиумов. В форме приняло участие более 300 участников, с большим вниманием отнеслись к проблемам, стоящим перед нами, ну и, конечно, к тому, что предстоит еще сделать для развития нефрологии в нашей стране. И диализ, гемодиализ в частности, трансплантация почки. И сегодня мы имеем для этого соответствующие способы и методы, владеем этими методами, которые позволяют очень эффективно предупреждать прогрессирование уже возникшей болезни почек. Но главная цель, в частности, сегодняшней конференции, найти способы, которые позволяют предупредить прогрессирование поражения почек.